Юрий Гимельфарб. Если будет реализован план Костина, конвертация долларов-вкладов в рублевые и де-факто запрет долларов России, приблизит ли это крах российской экономики? И какой вариант обрушения российской экономики с вашей точки зрения наиболее вероятен? Дефолт, гиперинфляция или что-то иное? Но она рушится, вот прямо сейчас у нас в глазах, на глазах мы свидетели, рушится по самым разным направлениям. Ну вот малый бизнес, который должен был бы 40-50% бюджет давать, дает сегодня 3-4%. Ваш вопрос, что наиболее вероятно, дефолт, гиперинфляция или что-то иное? Гиперинфляция это, ну вот пока высокие цены на нефть, пока в этом нет необходимости подстегивать инфляцию, выпускать пустые деньги. Но когда-то, пока есть возможность, вот все эти, так сказать, коррупционные потребности и основные потребности, ну военные, компенсировать высокими ценами на нефть, ну вот гиперинфляция мало вероятно, хотя процесс развивается, объем коррупции шеется, уровень поддержки чиновников, силовиков тоже, так сказать, увеличивается. Я уже рассказывал, я случайно присутствовал при моменте, когда полковник милиции уговаривал цветочный, ну киоскер, владельца, что теперь ей, ей надо ему платить, то есть, ну раньше были моменты, наверное, этот полковник крышевал какой-то бизнес хороший, а теперь он ходит и ларьки заставляет переключаться на себя. Ну вот, это же происходит за счет сокращения вот этой базы кормления, так сказать, силовиков. Они к этому привыкли, они привыкли к определенному уровню жизни, и когда сокращалось, это очень заметно, это база кормления, вот они переключались на конкуренцию, между прочим, друг с другом. Ну вот, скоро, да, действительно, не будет хватать, и уже все слибы, которые работают сегодня на Путина, уже не смогут сдерживать потребности этих силовиков, как в начале 90-х, там, я помню, Руцкой выступал, Александр Руцкой, вице-президент, критикую Гайдара, и говорил вам, что жалко напечатать деньги, на эти деньги начнет развиваться бизнес, получит кредиты. Ну вот, Егор Тимурович, пока МОГа сдерживал эти тенденции, сегодня у нас там, я не знаю, Глазев выступает с этими идеями. Ну, понимаете, мы имеем дело, Юрий, с непрофессионалами, ну вот, как этот Золотов, там, малообразованный охранник. Вот такие охранники становятся губернаторами, пока это наше счастье, они не становятся министрами финансов или председателями Центрального банка. А когда начнут приходить вот в эту часть власти, ну, что может, на ваш вопрос, что может произойти, ответ очень простой. Все, что угодно. Подъехать к хранилищу Центрального банка, какой, например, министр Сечин, подъехать к хранилищу Центрального банка, выгрузить все золото и всю валюту и увезти себя на дачу, может? Вот задайтесь этот вопрос, может он это сделать? Может, к сожалению, может. Вот, а уж напечатать денег столько, сколько, как в Венесуэле. Ну, последний сдерживающий момент – это специалисты. Но с ними так активно борются, и с помощью Навального, кстати говоря, что очень может быть, что скоро действительно все эти с двумя нейронными клетками охранники, и Сечины, окажутся у руля экономики, и все. Тогда уже может быть все. Продолжение следует...